О! Изображение появилось? Есть? Ща-ща-ща-ща-ща Так, надо... ...сменить А, дашборд. Название игры знаешь, да? А, скинь его тоже. Скайп Ой Ух ты! А, чёрт, у меня ком завис! У меня тоже. Чего? А, это тролля-ля-ля? Ну... В тему. Ладно. В общем... Застремился не экран. Интересно. Ой. Кстати, это реально сделать. Ну, если с отдельного компа. Угу. А, ну... Сегодня... Так, я буду играть... Тоже игру от Суэши, тоже... Аттои Анимейшн, Гогу Экман. Собственно, так... Здравствуйте, Киноман. Здравствуйте. Ну, чё? С сюжетом или... Просто так проматывая всё подряд? Ну... Ватрушка! Франская ватрушка! Давай, если ты расскажешь... Рассказать? Расскажи. Ну, тогда... Расскажи про ватрушку быстренько. Ну, тогда... Расскажи про ватрушку быстренько. И относят их к своим мастерам, потому что они несут террор в мир. А после 50 лет сна проснулся молодой демон. Вот так вот. Вот так, да. И его имя... Ракман. Это ж по этой патриамовской манге тоже. Ну да. Я ее помню, даже читать начинал. Ну там всего один сглав. Ну да. Как уже Жар сказал, да, игра от Киритариямы, которую Драгонбол придумал. Ну и сюжет такой, вот он проснулся и должен отнести душу сатане. Что за кошмар? Ну ему все время мешает ангел Тенши. Который хочет победить его и все время проигрывает. И Тенши попросил армию ангелов ему помочь. сокрушить Амина, но... И уверен в своей победе. Ну и вот начинается игра. То есть ангел здесь вроде для злодея? Да. Ну да. Вот это поворот. Ну это три ямы, блин. Вот это поворот! В общем, он нанял армию ангелов, как говорит, но он не верен, что этого достаточно. И поэтому он нанял наемного убийца. Угу. И он как-то промахивается, говорит. И этот убийца берет очень дорого за свою работу. Насколько я помню. 3000 йен за минуту. И его нанимает ангел на пять минут. Ася не успеет. Но это уже его проблем. И вот к двум часам мы спешим, собственно, к этому ангелу навстречу с убийцей. Кстати, персонаж похож на одного из героев Драгонбола. Драгонбола на Транкса. Ну так. Тут жалуются на шум. Ой, и я умер сразу же. Ой-ой-ой. Так, это там еще раз спросили, как там Дарк Нин Дакт второй. Это я не особо в курсе, ты знаешь? Ну, все, что я знаю про Дарк Нин Дакт 2, это то, что Серджи доделал второй уровень. И скоро его всем покажет. Ну, он показывал уже, пробник. Кстати, вот за мной летает мой напарник, вот этот вот демоненок. Он собирает души из всех, кто умирает. Из генотов, из этих, из ангелов. Фига себе. А, хорошо, у тебя окно не целиком влезло. Да. А, да, кстати, да. Ну, сейчас попробую. Да просто это, сделай масштабирование по центру, как-то, как-то так. По центру? У меня по центру стоит. Позиции, размер, по размеру... А, не-не-не, по размеру экрана. По размеру экрана все равно что-то не то. Так, сейчас попробую. Посмотри, короче, там... Конкретная область, там, выбрать и он обновит. Ну, или по новой там... Сейчас попробую. Жень, а ты двериру добил? Нет, я до третьего мира дошел и пока приостановился. Ну, она длинная какая-то. Я мог, конечно, до сих пор еще сидеть. Порядок. Я, может, еще вернусь? О! Ну, давай-давай! Что у нас есть? У нас есть меч за спиной, но им нельзя пользоваться почему-то. Пока не возьмешь его. В смысле не возьмешь? Откуда из-за спины не возьмешь? Вообще не возьмешь. Ну, тут в игре несколько видов оружия. Вот, я сейчас беру пистолет. В манге он пистолетом очень часто пользуется. Особенно против мастеров боевых искусств. А, тут писали... DMC начало. Да-да. Точно. Devil May Cry. Только не Capcom разработчик. Ну и сегодня еще в честь праздника День защиты детей. Первый день лета, ё-моё. А лучшая защита это нападение. Собственно, чем ребенок и занимается. Да, он просто символизирует сегодняшний день во всех смыслах. У него еще полчаса осталось символизировать. Но потом ему придется защищаться. Вот это вредное место все время не получается. Нормально с оружием хорошим убежать. Летательный дейер какой-то. Кстати, Жар, как тебе Devil May Cry? Ну, первый Devil May Cry мне очень понравился. Потому что он был такой совершенно незатянутый, короткий. Там проходился буквально за вечер. При этом он был реально еще такой смешной. С кучей такого... Очень такого запредельного пафоса, над которым после уже рожать начинаешь. Ну, была такая очень сбалансированная игра. Потом я услышал, что вторая часть это говно. И играть в нее не стал. Как-то у меня эта серия забросилась. И вот где-то только в четвертый я потом играл в серию. Ну, черт, у меня уже не так вштырило, как первая. Пока что я только вот... Больше всего первая впечатлился. Впечатлился. Первая надо взять на заметку. Она реально короткая, но вообще... Там, я не знаю, что это... Начинаешь. Мне приходилось помучиться. А еще недавно я третью мучил. Ох. Вот третья так и не пробовал. Там, кстати, пафоса побольше будет. Нет, ну это понятно. Нет, ну просто когда в заставке первого для One Cry там это... Триш сносит, там, врывает с тебя в дом, там, не знаю, втыкает тебе меч в пузо, вшвыряет в тебя мотоциклом, блин. Тебе все понятное. Даже по этому поводу этот. Игорь Аптор приколку сделал. Волсом Майкрай. Игра называется Go Go Ackman. Да. Ну, кто не знает, кто такой. Ториама, кстати. Он еще делал такие игры, как Dragon Quest, Chrono Trigger, Tobel. Да блин, ты что, я не допрыгиваю. Blood Dragon он сделал. Blood Dragon, да. В качестве хода. Ну, я просто так и не поиграл, потому что бокс я так и не купил. Тем временем, мне тут вопросы посыпали. Я уж позволю себе ответить. Давай. Некоторые. Тут было два вопроса по поводу моих новых песен. Альбомы, песни, когда будут, все такое. Дело в том, что я сейчас заканчиваю, наконец-то, собирать свой последний альбом. Но он не совсем в том стиле, в котором были мои последние песни. Типа, вот как, все, что навсегда, и детям 90 посвящается. Он более такой грустно-ностальгический и полуакустический. Мне осталось загрузка работать одну песню, и тогда я выложу на сайт весь альбом. Там будет 10 песен. Когда это будет? Но я надеюсь, что будет очень скоро. Потом был вопрос, как там хронинки. Ну, хронинки готовы процентов на 50, может, даже на 60. Наверное, даже да. Дело в том, что сейчас возникли некоторые сложности с реквизитом. Он не планировался, вернее, он планировался, но думали, что сложностей не будет. И сейчас мы ожидаем получения последнего реквизита. Я надеюсь, что на следующей неделе это произойдет, и мы продолжим съемку. Когда именно закончу, я совсем не хочу ничего обещать, потому что я не хочу торопиться, но я надеюсь, что скоро, в течение месяца, я бы хотел закончить. Круто. Ждемся. Так, еще тут был вопрос. Не думали ли я сделать на кухне с прохождением игры на сейге? Что было последнее на сейге? Ну, прошлая кухня была с прохождением игры на сейге. Да, действительно. Всем больше хочется сейге. Мейморис был полностью посвящен сейге. Неужели всем уже надоело Денди? Я не верю в это! Слушай, я тебе могу сказать, что все хотят. Все хотят, чтобы ты в этот Ultimate Mortal Kombat 3 поиграл. Чтоб я показал, какой я в нем ламер. По крайней мере, на ютубах всяких это, не знаю, чуть ли не самый популярный комментарий, что «Расскажи, блин, про ОМК от рейси! Расскажи!» Ну, я, тем не менее, босс. Ну, в общем, когда Коля вот приедет ко мне в следующий раз, мы можем снять, как он меня разорвет в ОМК, я что-нибудь про него расскажу и буду говорить. А, с полон за три месяца так надрочился в ОМК. А, ты мне предлагаешь с полона пригласить? Нет, ты тоже можешь, я говорю. Как вам такой бой? Ну, классно. Да. Главное, ждать пять секунд. Ой, ребята, это же вспомнить все! Да-да. Ай. Это что такое? Все, я его победил. Вот тут, когда момент был, когда ты кулак заряжал, и Реймона вспомнил. Реймона. Реймона? Реймона? Ну да. Какого? Какого Реймона? Ты хоть первый. А, в общем. А сейчас мы угоняем машину. Естественно. Кстати, я тут еще фишку со звуком просек. если говоришь не останавливаясь, то шума на стриме нет. Ну да, это микрофон. Это мне напоминает ситуацию с кассетой и с котом в сапогах. Тоже в тишине. Вообще было со всеми, с большинством одноголосых переводов в 90-е. Ну да, там больше микрофон долго не базарит, он начинает так шипеть. Угу. Да что такое? На пару. Нет, я не проходил вспомнить все, ребята, что, издеваетесь? Кто проходил вспомнить все вообще на приставке? Я у нее даже не играл. А кто-нибудь проходил? Наверняка нет. А что ты минуты собираешь? Они мне все равно они дали. Они меня подбрасывают высоко там. Черт. Перебиваем. У меня немного кассет было именно покупных. Ну помню, у меня Джанейр был и вот в сапогах и там шипение-то было. Хотя вроде кассеты такие нормальные. Это именно от перезаписи, наверное. Да нет, это при озвучке, когда мы просто берем дурацкий микрофон, там если молчишь, он начинает этот шум. Ну, короче, не знаю, потому что в сапогах у меня там официальный дубляж. Сейчас босс Лиса Волк. То есть это не переозвучка. Ой. Значит так записали уже. Ну, может это экранка, блин. Да что ж такого. Ну тоже нет. О, Женя, узнаешь? Кого? Вот этого чуда. А, ну правда он под лесу заточен, а тот был пингвином. Но похож. Паша, я слигался на нем. Паша, как дела с терминатором один на дэнде? Плохо. Я не могу его пройти. Не могу. Правда, я с тех пор и не пробовал, но не могу все равно. А это тот терминатор, которого нерд обругал? Ой, мель, привет, вернулся. А он много терминаторов обругал, по-моему. Да, я вернулся. Там просто самый первый, это вроде где-то за Конора играешь, да? Самый чего? Ну, в смысле на дэнде, который игра. Ну, первый терминатор на дэнде, там ты играешь за Кайло Рис, и он там бегает в спортивных штанах. И, чтобы стрелять, надо садиться. Да. А, да, 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 тому богу. Вспомнил. Не, а вот за музыку, между прочим, я вообще не могу жаловаться. Вот там есть уровень, где ездишь на джипе в будущем, стреляешь, полетаешь ему, роботу, не знаю, кого награть. И там меня музыка даже радует. Все, проехал. На первом уровне, да, на бога, но дальше вроде получше. не, что-то ты поздно остановился, лиса. у меня терминатор второй был на компе, там, по-моему, дальше второго уровня я не проходил. там именно надо было от грузовика уезжать. Не, я там далеко доходил, кстати. Он даже был до завода. Все, я взорвал. По-моему, кстати, на том же сборничке был. Ну да, я не ошибаюсь. Про Мэдисона заговорили, о чем там у киномана стащить хочет? Дэнди. Не отдам. Короче, я сразу говорю, не отдам. Обозревать хаки на Дэнди? Я завалил, короче, босса. Мне за это дали одно лишнее деление здоровья. Но если я потеряю жизнь, то у меня его заберут. Жесток. Что-то странная прокачка. Странная. И справедливо. Такой садизм. Но это типа как Градиус. Проигрывать нельзя. Ну, короче, я победил все козни этой трассторойтого ангела. Теперь он кое-что придумал другу. Точнее, ему помогать начали. Ангел Михаила. Он так гламурно выглядит. Ты так и не можешь победить Акмана, говорит он. Ну, я думаю, что я тебе не оставлю одного. Я помогу. А какой сюжет у игры-то? Ну, в общем, сюжет такой, что тебе нужно убивать людей и собирать души. А тебе мешает все время ангел. Нехорошим какой-то. Ангел, да, гад. так, говорили, с форминаторов две штук, PC две игры. Тут пчелы. Вообще-то их тут бесячие пчелы, они так троллят иногда. И, кстати, у них тоже есть души. Угу. Вот. Что, на самом деле души есть у всех, а вот. Нет. Правда, маленькие, тушенки. Сейчас я тут покажу существо. Сейчас, да, я покажу существо, у которого нет души. Ангелы, пчелы, это, да, это есть. Иксбокс есть? Вот, видите, девушка на роликах? У нее есть только бомба, а души у нее нет. У нее душа просто бомба. Ну, девушка, да еще. И пчела меня затроила и забрала ему. Естественно, что без души. Короче, я про терминаторов хотел ответить. Их там 8 штук было на компе. Нет. На компе 8 штук. Ну вот, роутгеймсы имеешь в виду вот именно старых? Или вообще всего? С 90-го по 96-й год их там на выходило. Не слабо. Но я только один видел. Причем Bethesda выпуск из них выпустила раз, два, три, четыре, пять, шесть. Короче, мне представляют мирового чемпиона мира. Мастер Якима Хайдл какой-то. Не слышал о таком. И я говорю, что я его завалю с одного удара. Вообще, помню, я пробовал проходить терминатора 2, который на стинге, который не аркады гейм. А где надо ходить там, разгадывать головоломки. Помню, он мне даже приколол, особенно музыкой, вы это уже знаете, конечно. конечно. Но, когда я там дошел до уровня, где там, в этом, в Скайните, там, ну, без чит-кода на бесконечной жизни вообще пройти невозможно даже пара экранов. А чё, есть мультфильм терминатор, что ли? Мультфильм? Не знаю. Не знаю, что робокоп есть в мультфильме, а терминатор не знаю. Я смотрел мультфильм Рэмбо, блин. Вот это было круто. А, да? А, я помню Рэмбо, я причем его на английском смотрел. Батюшка, блядэ. Он такой смешной. Особенно там киборг такой был, который все время в воду падал и умирал. Не, ну там в Рэмбо, да, конечно, они добавили какой-то фантастики и получилось вообще. Причем он все равно из луков там стрелял всех, блин. А тут что, даже у бочек есть, душа? Ну, эта бочка это рыба там сидит, которая огнем тебе плевет. Рыба! А, рыба! А тут беляши есть? Я уже показал один на 43 бляши. я просто боюсь спрашивать. Бубликов тут нету, и ничего. так, сейчас босс по-моему будет. Во! Это вообще с мячом вообще легко варить. Должно быть продолжение, да. тут этот пашк себе вопрос опять. То, что Мэдисон сказал в эфире, что хочет сделать шоу в твоем формате. Как ты к этому относишься? Ну, если он надеется приехать с вами на кухню, я думаю, это вряд ли будет. Не-не, он скорее всего хочет у тебя просто позаимствовать идею. Спирить идею. Короче. Пусть попробует. А что там Мэдисон сможет сделать? Не знаю. Не знаю, я сколько его не помню, наверное, я смотрю не особо много, он постоянно где-то у кого-то идеи брал. По-моему, уже неудивительно. Там постоянно косил под того же критика, под ВГН и так далее. приду пару не может. Ну, фантазии нет, остается только обезьянничать. Не, он ввел там парочку каких-то своих фразочек, которые сейчас все, блин, кому не лень, каждый школьник, блин, цитирует. Еще у них стрим-канал вроде как есть. Ну, да, там сообщали, что на стриме 6000. У меня знакомая, которая любит этого, Мэдисона, говорит, смотрела его вот эти прямые эфиры, говорит, совершенно неинтересно у него. Слишком много желчи и всякого такого. Ой, русалка, у нее тоже нет души. У нее только сердце. Что-то... Ходит с ума по-своему. Так русалка, это же утопленец. Точно. Какая у нее душа. Что-то скайп меня сегодня троллит. Надо перестать ругать Майкрософт. Да Мэдисона перестать ругать. Блин, вот это вот было интересно. Я убил русалку, наткнулся на нее и... Кстати, да, хорошая мысль. Ладно. Вот когда АВГНа на одном из Куэй спросили что ты думаешь по поводу аэрогеймера, но он сказал надо просто не замечать его присутствие. Что за воздушный геймер? Аэрэйд. Аэрэйд геймер. А, Аэрэйд. Аэрэйд. Кстати говоря, про него, да, что-то как-то он нифигово такую популярность набрал на этом деле. Его там критик упоминал и так далее. Но я хотя его смотрел тоже. А я не видел что там я все выпуски у него смотрел. Постоянные клоны обзорщики обсиральщики. Нет, а просто дело в том, что он реально как-то удачно ему удалось так вписаться, что у него тоже довольно-таки неплохое количество подписчиков. Ну, набрал и набрал и фиксит. А душа у него есть? У Аэрэд геймера? Да. Аэрэйд. У этого водяного нашлась. Но уже нет. Ну, я забрал ее. А вот и беляш. Ну, это не беляш, блин. Это желтый. Это беляш с яичницей. Ну, вот теперь меня будет троллить этот ангел. Что-то мне как-то пофиг на сюжет, не хочется играть дальше. Так, проклятые руины в руине называется. Михайло, Акман isn't in your heart. Короче, Акмана даже не повредили. Это просто был тест. А вот теперь все по-настоящему будет. Ты уверен? Да. У тебя сомнения на этот счет? Извините. Послушай меня. Мой план. Я устроил ему ловушку в руинах. Поэтому Акман то есть также у Акмана есть слабость. Правда? Да, правда. Извините за пафос. В общем, у Акмана по манге слабость этой девушки. Ну, естественно. Кстати, я так и не потратил. Пару же видел. Я ни одной жизни не потратил пока с тех пор, как улучшение получил. Это круто. Вот этот вот здоровенный ангел меня бесит уже. Я ему хочу по рожек даже. Спасибо. За временем тут пара вопросов. Спрашивают, где скачать мульт Robocop, как он называется? Скачать можно, естественно, на Рутрикере. Называется Robocop The Animated Series. Вообще, у них было два мультика. Первый, 1987 года, 13 серийный, самый классный. Второй, 2003 года, назывался, ой, как-то он назывался, альфа, чё-то там. Но он убогий. Кстати, вы заметили, извините, что перебиваю, то, что у меня есть суперудар, бомба такая. Я использовал несколько раз. Их можно только три штуки собрать. Они выпадают либо из девушек некоторых, либо из машин. логично. логично. На зернах из девушек. А, вот, кстати, слабость Акмана. Представляю тебе убийцу. Убийца, естественно, девушка, которая танцует. Жозефина. В манге это оказалось на самом деле мужчина. Ну, кто бы сомневался? Японцев, да? Тем более, в Три Ами. Да в Три Ами вообще никто не сомневается. У него в каждом, в каждом этом, в каждом манге есть какой-нибудь персонаж, который на бабах помешан. Как-то не здоровался. И на бабах, или баба там какая-нибудь странная. Лимушек странный. Мистер Ту. У человека, тем временем, без 15.2 уже. Ой, хорошо, что у меня не без 15.2. У меня лимит по времени часов ночи. Ну, больше 2 часа. Кстати, я неплохо иду сейчас. Я на этих уровнях лажал, когда проходил. А сколько всего? Я не знаю, но я смотрел лонг плей, там час занял прохождение игры. Но там сколько уровней все? Я не помню, сколько уровней. Блин. час уровень. Мне прошу, пошли такие аксели. Кстати, у игры три части. Она выходила только в Японии, это фанатский английский перевод. На русском языке, на шедевре, кстати, она лежит, но у меня почему-то не захотел русифицироваться. Честно говоря, заметно по кривоватым шрифтам какие-то большие. Ну ты же не Никита, чтобы на кривые шрифты ругаться. Я даже не Лебедев. Даже не Лебедев. Он же Артемий, да? Да. Безьё. А вот, кстати, тут мне лично всё равно. Жень, чё там Аркада покалится? Когда мы новую страницу увидим? Ну, накидал пока. Слушайте, это интересно. Вот в мире многие ждут комиксов знаменитых месяц и новый выпуск. Мы ждём несколько месяцев новая страница знаменитого от комиксов. Значит, комикс стоит. Ой, кстати, кстати говоря, у меня сегодня, сегодня, кажется, сегодня или вчера это случилось, я уже не помню. Мне пришла, блин, книжка наконец-то с этими черепахами новым комиксом от IDW. Такая очень понтовая такая, я даже уже видео заснял, надо будет вязать. Так, подожди, выпис какой? Чего? В смысле, книжка от IDW, Нет, я заказывал такую Deluxe издание, там такое здоровенное такое, блин. И сколько там номеров? Там самое смешное, там всего четыре номера первых, но там больше половины книжки, это какие-то дополнительные материалы. Ну, это чисто так, коллекционная такая хреновинка. Это, которая тебе не успела прийти на съемку? Это, которая, да нет, это тоже я заказывал в тот период, но вот пришла только сейчас, так что Почта России все-таки что-то мне, блин, прислала, хотя черепашки она мне так не прислала, блин. Вот, еще один ангел-босс. А ты ее заказывал и они просрали? Ну да, неизвестно. У меня много посылок в этом году пропало. О, спрашивают, Жар, а не сделаешь видео про создание аркадапокалипсиса? Ну, как рисовалось, как придумывалось, про грабли всякие. Да, блин, у меня там всего шесть страниц пока, что там снимать-то? Не в том состоянии, да. Я их постоянно там выкладываю наброски какие-то, вот, собственно, весь процесс. насчет того, как что-то снималось, спецвыпуск, помню, киномания спектаклер. Паш, ты обещал рассказать про бумагу в нос, ты рассказывал это или нет? ты же забыл, по-моему, или нет? Или я пропустил? Ой, я... О, Женя, Да, да, только, только да. Да. Вот. Что касается... Да, я реально, я обещал рассказать в прошлом стриме и забыл рассказать в прошлом стриме. Но я могу сейчас рассказать, правда, сейчас немного людей нас смотрит. Ну, собственно говоря, это был такой локальный прикол для своих, то есть для моих близких друзей, которые тут рядом со мной живут, меня всю жизнь знают. Был такой момент, случай, где-то 2000, где-то 2000 году, по-моему, когда, короче, появился у меня первый видак. Мне дали видак электроника ВМ 12 тот самый на неделю посмотреть несколько кассет. И в тот период моего брата родилась дочь, моя племянница. И вот они когда принесли мне видак, они ее снимали на камеру и меня, значит, смотрели. И был такой, короче, писали на большую ВХС-кассету. Но на ВХС-кассету забить ее удалось не полностью. И чтобы забить, у меня брат просто ходил, снимал все подряд по комнатам. И однажды заходит в комнату, где сидит мой отец и сидит отец моей невесты и его жены. И о чем-то они там разговаривают. Этот момент длится буквально 10 секунд на кассете. И начинается словами. Да лишь бы больше, нам бумаги набил нафиг в нос. И все. И конец. И о чем это? Откуда это? Один что мы говорили? До сих пор осталось загадкой и никто не знает, никто не помнит. И вот мы тогда как посмотрели это в тот момент у меня по видео с друзьями, мы просто коварялись по полу с этого эпизода. И у нас это вошло в такой маленький мем друг с другом. Мы постоянно себя подкалывали фразой. Бумаги набил нафиг у нас. У меня на самом деле к тебе тоже один вопрос есть по поводу кое-каких у тебя съемок там бывших. Сейчас, подожди, меня тут кто-то спрашивает по поводу того, как я отношусь к комиксам Баббл и по слухам меня звали в обездах. Ой. Кто там рухнул? Первый Конт Слит. Это от этого кто-то рухнул. А что за комиксы Баббл? Ну, короче, сейчас у нас выходит российское издательство. Да, там отечественные супергерои, типа там Капитан какой-то там к хренам какой-то, не помню уже точно. Я там первые номера купил, смотрел ради интереса. На самом деле хрень, конечно, полнейшая. И на киски. Нарисовано прикольно отдельно. А звали, ну, естественно, меня там приглашали поработать с художником. Ну, я просто отказался, потому что у них очень жесткий график, потому что там надо обязательно в месяц по 30 страниц рисовать. Я уж, извините, с моими, с моими, как бы, моей манерой все затягивать, я бы в это уж точно не уложился никогда. В принципе, платят они хорошо. Я единственное могу сказать. Очень даже. Так, я отказался. А вот теперь я Паше задам вопрос, который меня уже давно мучает, блин. Не знаю, ответит он на это, может, секрет, конечно. Как ты, блин, спецвыпуски новогодние снимаешь с Дедом Морозом? Последний, по крайней мере. Да, вот, подожди. Что ты имеешь в виду? Имею в виду, это все реально прям вот так вот. Да что ты меня так бьешь-то, женщина? Или это поверх записи все говорится? Можешь, конечно, не отвечать. Что именно? Пусть сначала записывайте геймплей, а потом поверх говорите. А-а-а. Просто, понимаешь, я не знаю, это как вы это умудрились подогнать, когда он там рейджить начал в этот момент? Это реально так задумано было? Или может, у вас там до самого конца он должен был быть спокойным? Хрен. Конечно, в последнем, во втором, да? Да. А-а-а. Ну, могу тебе сказать, что, как и в первом выпуске, все его выпады были написаны заранее. У нас было написано, где он начинает с ума сходить, где он начинает именно как именно с ума сходить. Э-э. Примерно 2-3, может быть, 4 эпизода в плане его реплик у нас были написаны сценарии. Ну, Аки, а как вы подогнали? То есть, у вас и прописано было, в каком месте там он специально падает? В пропасть? Хм. А, то есть, вы специально проигрывали? Ну, чтобы он начал с ума стоить, ему надо было проигрывать. Я говорил, если у тебя не получится случайно там тут жизни слить, то давай тогда уже сливай специально. О, ну, даже я достал до пушки. Ну, что, спрашивают шар, сколько там платят? Чё, работают туда? Ну, наверное. Интересуются, сколько за 30 страниц платят. Чего? Кто? Сколько там платят? В бабле? Да. Ну, я думаю, меня они не пристрелят, если я разглашу там. Там, короче, сейчас я точно скажу, по-моему, сороковник за чисто скетч, то есть, такие набросочные, там, раскадровку, и 60 за цвет, и обводку. Ну, то есть, по сотне, если ты обе работы выполняешь сотни в месяц реально. Вот так вот. Ну, обычно, обычно там один человек всё не делает, потому что это вообще родить может. Погоди, а вопрос тогда такой ещё. А, то есть, это сотни делятся там? Да, на двоих 40 и 60, по-моему. Ну, по крайней мере, мне тогда так говорили, не знаю, как сейчас, может, сейчас у них уже хрен знает, как они дела у них. занимают. Ну, да, но у них там качество неплохое, у них там очень хороший этот самый, который красит, ну, цвет делает. Колорист. Да, это реально у них очень качественный, да, там. Потому что насчёт самих художников там спорно, а вот он у них мощный там. Так, а вопрос ещё по поводу, как бы это сказать, сюжет. Отдельный человек пишет, или может и художник писать из-за сюжета? Нет, секунду, а это вообще пишет, по-моему, какой-нибудь там самый, ну, как это называть, свой автор есть какой-нибудь постоянный, это вообще отдельная работа. Понятно. Скорее всего, он все сюжеты пишет сам, потому что придерживаться кого-то общего стиля. Если босса оружием валит, такой легкий получается. Так, пирамида пройдена. Следующий уровень. Интересно, третий выпуск с Дедом Морозом будет про ЧПДЛ3? Ну, я думаю, уже много было таких. Вообще, мы говорили с Максом эту тему, чтобы пройти ЧПДЛ3, но мы него не проходим просто физически. Ни он, ни я. Я всю жизнь прохожу только с ЧПДЛ3 на бессмертие, поэтому очень вряд ли. Ангел говорит, этот план не был провалом. Какой план? Спрашивают. Это подогрело, короче, подготовило, блин, я не знаю, как это сказать, короче, я буду без сюжета проходить. Мы теперь скормим Акмана большому монстру. Ну, типа того, да. В общем, мы не можем по горам лазить, нам дали джекпад. Джекпак. Джекпад это круто. Джекпак. И теперь мы можем летать немножко. Так, ребят, а что будет после Акмана сегодня? Или уже ничего не будет? Там Амкол еще собирался. И Шар закончит беляши. Да, я сегодня не усну, пока беляшини закончил. я тут тоже вовсю готовлю. Всем привет. О, здорово. Возможно, я даже подготовлю сразу две игры. О, как. Это если вы выдержите. А что, завтра воскресенье можно отдыхать. Можно хоть до рассвета играть. Кстати, Паш, ты против? я тоже не против. Паш, ты в курсе, что завтра на баррол джампер что будет за стримы такие? Не, а что там будет? блин, у меня оружие забрали. короче, сегодня и завтра там у них какие-то стримы будут показывать разные шоу, которые у них на канале. И в том числе завтра будут твои и мои показывать. А, да? Да. Я их сегодня смотрел, ну, рестрим-шоу, вот я не понимаю смысл этого рестрим-видео. А там были комментаторы? Ну, я их смотрел, ну, буквально минуту, там комментаторы... Иди сюда, да ты что делаешь? Там пиксель в чате пописал. Странно. Ну, понятно. Да. Как-то у меня совсем не в тему. Прохладительные напитки закончились. Жень, а что там проходимцы, когда будут-то? Это от кого вопрос такой? Это от меня. Ну, не знаю. Когда-нибудь будут. Надеюсь. Вот, увидим. Ты понимаешь, ты же понимаешь, что проходимцы, чтобы были. Это надо, чтобы все прошли игру. Ну, я понимаю. Ну, вот. Что там, второй Мегамэн? Ну, логично. Он же простой. А, да, если бы, Колян, тебя тогда посадили, проходимцы, понимаешь, они бы накрыли сразу. А на самом деле, второй Мегамэн, он гораздо проще, чем первый. А тогда? Он там даже это самое, ну, я уж не говорю о том, что там эти банки появляются. Я помню, как на Муэнде года так 4-5 назад была тема с некачественными профами, где как раз это самое было. Записывали демку эмуляторную и передавали другому. Да, было такое. Вообще, говоря, говоря о рестримах, передач, на самом деле, идея, я читаю, неплохая. Потому что, на самом деле, в прямом эфире как-то смотреть всегда интереснее. Нет, это неплохо, если туда идти, вот, именно создателю комментировать, как это, на DVD дополнительные материалы посмотреть фильм с комментариями. Сейчас будут боссы, два босса марсианина, которые прилетели на землю. Захватить ее, Акман хотел с ними подружиться, а они говорят, не, мы тебя все равно убьем. Потому что у них та же миссия убить всех людей. Давай на марсианина. Тентакли. Да, тентакли. И я их победил. И у них тоже есть души. Тентакли. Крякина. Так. Шит. Шит. Только тот, кто сможет поднять. Только тот, кто сможет поднять щит, сможет пройти. Стоп, это, это откуда? Че-то не знаю. Оттуда же. Это из игры было. Это варкмане сказали. Это из Еречка опять? Да. Где что? там был какой-то. Да ты че, Ли, найди от меня. Да там это, в Андорре как перед входом стоит. Как это классно вниз летит. Там одна пауза прям нажимается. Самый прикол, да, подняющий. да. Да. кстати, мне двойной. Так, ну что же. Мне два раза в привет не надо нажимать, он сам разболняется почему-то. Я, наверное, вас тогда покину теперь. До конца? Да. Жень. Поскольку работа, работа, все же для вас. Чтоб быстрее всем показать. Самое главное, что ты на мой вопрос ответил наконец. Самое главное. Мы ценим, мы ценим. Куда, господи. Все время забывал у тебя его спросить. Тебе его задать, точнее. Меня тоже вопрос про бумагу волновал. То есть мой вопрос. Да блин, этот коршун гребаный хуже пеликана. Кстати, у меня оцифрованный уже лежит в кассете. Я специально оцифровал. Можете, когда-нибудь где-нибудь покажу. Из-за чего весь сербор. Ну ладно. В общем, всем желаю удачи. Спасибо. Ну давай. Ждем новое видео через 4 дня, да? Ну я не знаю. Нет, я ничего не говорил. Ну хорошо, хорошо. Я говорю, что в ближайшие дни я постараюсь. Я сейчас занимаюсь. Главное, что скоро будет. В общем, всем, кто на канале, спасибо за просмотр. Рады, что вы здесь. Надеемся, что вам нравится. Да будет с вами Клиномания. В общем, до скорого. Пока, ребят. Давай. Счастья, здоровья. Пока. Вперед, бежим. Девушка, девушка, уйди. Так, сейчас Коршун. Блин, Коршун опять меня уронил. У меня так улетает классно. Но это вывернутый шпагат просто. Что-то ты все время падаешь. Вот так. Ай. Модельки авто никогда не коллекционировал. У меня папа пытался два раза коллекционировать модельки автомобилей. Только сначала потом родился мой старший брат. Ему эту коллекцию поломал. Потом родился ты? Потом родился я, да. Добил остатки. Поэтому я не хочу детей, потому что у меня много манги. Ну ты не давай. Это будут рассказки, я боюсь. Заври ее в шкафу. Она и так в шкафу. Ну в сейфе. В сейфе? Купи сейф там. Против детей. Несгораемый. Хе-хе. Так ладно, моя манга. До жены бы манги добрались до его иной. Ой, кошмар. О-о-о-о. Как же ты дошел до жизни такой? Да и к не я дошел. Не я же собираю его иной. Хм. Чего у меня? Тоже не ок. Пал на шипы. А ты... Чё-то... Да, немножко забавно падает так. Да это вообще, я не знаю как. Ударил ангела в ногу и улетел... Улетел вниз. А сколько, кстати, из зрителей? 189. Уже 180. Кто-то обиделся на вопрос. Хе-хе. Это как обидеться на вопрос про возраст. Очень интересный вопрос в чате. Привет всем. Это Паша ушел спать? Как на него ответили? Да? Паша ушел... Хе-хе-хе. Ну Паша ушел, что он вроде не спать, он ушел сейчас монтировать. Не, просто я даже не представляю при каких обстоятельствах подобный вопрос в принципе возникнуть может. Ну слушай, ну тут... Если почитать вопросы за киноманию лайв вообще, то там такие перлы в таких количествах находятся. Ой, да. Че-то я все... Че-то я... Паша ушел, Паша видать подошел. Сливаешь ты. Так щит не поднял. Я не перевариваю аркадные гоночные игры типа NFS какого-нибудь Most Wanted. Они меня вообще жутко бесят. А как тебе, кстати, аркадный этот Outrunners? Я в него, наверное, и не играл. А на Сеге его не было? Ну я имею в виду, ну на Сеге на последний... Там где-то по Америке они едут, да? На такой машине красной. Ой, там они на разных машинах. Там смысл в том, что ты проезжаешь постоянно по разным зонам. Ну она чисто такая прям очень аркадная гонка. такая прям нереально аркадная. А, ну там графика красивая, а она нереально аркадная. Там едешь, машины сбиваешь, да, своей машиной. Такое. Я просто... Да, я в нее играл ну и на компе, на PS3 пробовал, но вот, не знаю, вот это одна из тех игр, которые я пробовал играть на реальном игровом автомате, вот именно с рулем, это вообще просто совершенно другое абсолютно ощущение. вот это вот... Такие игры реально надо вот именно в коробке сидеть. А мне вот нравится из NFS больше всего пятый, который Portion Leashed. По-моему, что-то сейчас продолжение его было. Хотя я уже запутался в этих продолжениях. Было разве? Пусть Portion Leashed вообще шикарный. Вообще жесть. Я не знаю даже, как его мочить. Здраааааас. Меня вот лично очень... Больше всего, что меня раздражает в таких гонках, почему я в них не играю. А, как он легкий. Там все отрывы нереальные. Ты едешь идеально всю гонку, один раз режаешься перед финишем, ты пятый. Ты едешь в жопе в какое-то, ты вообще врезаешься во все. Последние два поворота хорошо вошел, выиграл. Ну, это такой бред. Потому что они под тебя подстраиваются. Это называется кетчуп. Так как вообще это можно играть? Это я не знаю. Это хуже кенца. Ну, это да. Это вот даже когда я участвовал в разработке такой шедевральной игры, как начну рейсинг, блин. Там, да, мы это все проходили. Там специально подгонялось так, чтобы чуть если от тебя на какой-то несколько метров отъезжают, они скорость снижают, естественно. Я бы только вообще запретил в играх. Это же всего. Это же не симуляторы, это же аркад. Это как перекаты регенерация. Какая регенерация? А вы в Суид Форс играли? Ну, по СП, которые. Да. Не одна часть. там две части. Единственные такие псевдогонки вообще, которые мне нравятся. Тебя же Качан просит рассказать, как на Нурбург Риме побывал. С ощущения рассказать, что ли, впечатления? Ну, там очень круто. Хотя, у меня-то прав нету, я не ездил, я ездил как пассажир. Но, это же легендарная трасса, там все должны побывать, все, кто любит скорость, все, кто любит автомобили. Это просто великолепная трасса. Слушай, если ты любишь автомобили, то почему ты права не делаешь? Ну, мне как-то, мне не нравится дорожные автомобили. Пошел к меня троллит. А, это то есть... Да он тут всех троллит, по-моему, сегодня. Мне нравится скорость, нравится борьба с соперником, в картинге. И тошнить в Москве в пробках, это вообще... Ну, во-первых, иметь права ездить, это не значит обязательно в Москве. Ну, я, кстати, в июне пойду на права сдаю. Кстати, уже я собрался, да. Ну, я чисто так не знаю. Наверное, всю машину как-нибудь. А ты, кстати говоря, картингом не увлекался вообще? Конечно, увлекался. Я просто, мы как-то ходили тут, в Москве у нас есть, где-то не помню, где-то находится. У нас в Москве много картингов, правда. Да, какая-то крытая есть. Ну, 10 дюймов, да? На Савелево. не, подожди, я не помню точно, где это. Ну, там, да, там, все такое. Не на улице, короче. Блин, не помню, где находится. Ну, в Москве на улице самое хорошее тут Медведково. А вообще, там, у меня, по-моему, где-то вообще на севере. На севере? вот, 10 дюймов есть на Дмитровской, вот. Медведково, в общем, это да, это прикольно. Особенно, мне нравился всех урезаться, я вообще такой человек. Мы даже чемпионат свой устраивали, у нас там, на сайте F1 News. Потом собирались, там, по 10-12 человек. Прям чемпионат был, снялся, компетация, там, трассу снимали на 2-3 часа. Угу. Конечно, там такие задроты ездят, а там, не то, чтобы сильно ездят, но, все равно круто. Он тебя спрашивает, с каких пор ты в Москву переехал? Ну, я всегда был где-то неподалеку. Когда все живы. Для них это откровение. Они думают, даже ты в Ростове живешь. Ну, на кухне у Паши. Да. Вместо попугая в клетке. Нет, в разработке Ex Machina, кстати, правильно как читается. Макина? Ex Machina. Ну, Ex Machina, это, блин, это неправильное произношение. Это же не английский язык. По-латински Machina? Я не помню на каком это. Не, ну, понятно, что ее Ex Machina называется так. Ну, в принципе, это Ex Machina. Нет, я не принимал участие. Мы делали, мы делали как ответ им, блин. Ночной дозор делали? Нет, ну, у нас была корпорация Элита называлась, грунт. Говноигра такая. А Лартыку понравилась. А ты, Жар, как я понял, ты на постоянке всякие, для всяких игр рисуешь? Нет, ну, нет, просто раньше я вообще в офисах сидел, я в новом диске работал, там еще где-то, я уже название даже забыл, этих контор всех, потому что я постоянно увольнялся, меня надоедало. Ну, сейчас я удаленно просто делаю для игр, там, для айфона графику какую-нибудь. В основном, там комиксы и так далее. Ну, уже не с Москвой работаю в Москве, а какие-то жлобы одни все. Я в основном, там, с дальним и ближним зарубежьем. Это же Москва. Да, в Москве вообще ужас, не знаю, я вот для себя такую вещь открыл, тут найти работу такую нормальную бесполезно. Причем, все с деньгами и при этом никто не хочет тебе платить нормально. А вот ты говорил, что в Бабле неплохо платить. Ну, вот Бабл, да, это, пожалуй, такое исключение. Нет, может, конечно, есть какие-то крутые конторы там. А че ты тогда туда не пошел? Или так как у тебя и так занятость? Не, я, да, я же говорю, я бы просто не потянул. У меня и так работает дофигища. Всякая. Которая не особо много времени отнимает. И там, собственно, примерно так же. Я взорвал ангела Супер Сайна. Все, Супер Сайна. Жар, где увидеть список айфоновых игр с твоей графикой? Ой, господи, их всего. Сейчас я посчитаю, сколько. Раз, два. Так, а это теперь Ферстрант пошел, ребят. Четыре. Ага, даже так. Штук шесть, короче, всего. Ферстрант отсюда не доходил. ты же его убить не мог. Я нашел паттерн, там его надо в угол зажать просто и все. Так, у меня и так одна жизнь была. Одиннадцатый. Ай, блин, чёрт. У меня заканчивается музыка. Там список попросили. Список. Да, полный список. Всё, чё ты сделал, ну-ка, быстро. Кроме ночного дозора. А, я ещё на ДСку одну игру делал, рисовал, во. Я совсем забыл. На ДСку? Ну, я в новом диске работал, там был отдел один для разработки для Нинтендо ДС. Там по заказу из Штатов мы делали квест такой по мотивам Нэнси Дрю, короче. Да ты бейсболист хренов. Ангелочек безболист такой. Он даже через стены перекидывает, видно, ангелы, блядь. О, я вспомнил, что я ещё на мобилы делал, я делал этого Вольтрона, я рисовал там пиксель-арт, мне это очень нравилось, была игра про Вольтрона. А на что? Да, на мобилы, тогда ещё, это даже ещё не на смартфоны, по-моему. Я в детстве Вольтрона смотри. Ну, да конечно. Не отечественная игра под ДС, у нас отечественных игр вообще как бы таких сто процентов не бывает практически. Потому что всё это делается как по заказу на западе. У нас вот была компания Найвал или Невал. Ну да. Невал. Невал. Взяли пиндосы купили. И с тех пор Невал делает героев. А шестых разве они делали? Или уже не они шестые делали? Шестых кажется не они делали, там какие-то ещё будет. Герои теперь как бомжи бегают там от одних до других. как Disciples 3 Disciples так себе вторые были интересные но фигня на моём взгляде так дракон а у меня меч есть шестых пишут Невал делал его по башке надо мечом мочить ну ниже опустись ну-ка давай ну-ка ну-ка Ракоша ну-ка да ёж у меня меч забрали на тебе бомбу бах и чё ты там зависишь что ли кто что думает о перезапуске это я так понял Might to Magic от Ubisoft не знаю мне там очень пока не нравится то что они сделали совсем уж в духе классических Might to Magic то что там по этим по квадратам ходишь как вот в SNES версиях ааа так тут мне летать можно я же забыл совсем ну что ж я такой но мне наоборот как любителю 4 5 аа не ну я любитель 6 7 8 здесь честно я играл 4 5 брожу там мочу жму на кнопку атака и то что стримы не так давно ну да вот я и говорю на каком софте я рисую на фотошопе все в фотошопе рисую у тебя не фотошоп у меня не лицензионный а он сколько лицензионный то стоит лицензионный стоит он просто до жопы это самый дорогой продукт в России в принципе да вы как и весь адоб вот честно единственное что я пока вот да жмусь хотя наперекор всем своим принципам можно сказать причем даже где вот где я не работал везде даже вот я работал даже в этом в издательстве комикс наши дк которые спайдермен там и так далее даже у них блин пиратки стоят никого лица зеркнул софта нет скажи им чтобы они мировую войну Халка прислали господи а у а че он у вас не продается что же шучу он у нас представь себе не продается я заказываю то есть мне его привозит парень который занимается вообще настольными играми ух ты не ну вообще конечно комикс это поганый там торак на самом деле там был один всего отдел нормальный вот который занимался локализация изданий вот этих вот именно книжек а все остальное это такой мрак там такие тупари работают это ужас у меня там даже это самое всякие там у них эти как это называется посиделки там всех обсуждения планов постоянно туда тоже собрали там дизайнер был ну такой бред 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 а у меня не знаю я собрал с удовольствием бред издавал ты и пятых и шестых героев юбисофт а вот делали уже разные это было круто как лимминг просто взял и подскользнул клемминг ну фиг знает по крайней мере мне устроило их издание 1604 1602 в смысле 1602 где королева спасали я же говорю у них единственный был нормальный отдел который занимался вот именно вот этими книжками не переводикой блин особенно когда они поперли от себя тяну с этим собственно я там работал этим дизайнером иллюстратором основная моя должность была этого зажигая журналы этого поганого ох блин поганый реально твоя должность зажигать журналы да журналы не реально журнал поганый да это тупняк такой вообще учит лет причем эти статьи постоянно приходилось там еще редактировать помимо того что рисуют ну то хрена дитям это не так а нет дитям в журнале писать как приготовить там мыло какое-нибудь в домашних условиях ну это же вообще чего и каким стать супергероем соукмен нет там вообще там много от себя которые вообще не связаны никак вот ни с комиксами ни с чем там вот самая первая статья на которой работала там иллюстрации рисовал это как блин не стать жертвой мошенников там мобильных всяких там кто там присылает вам смс и там то что это офигеть как интересно это просто это вторые веселые картинки что ли они хотели сделать что у инк пишет наверх с выкупила разработку второго сталкера типа да что такое проверить если так то беседка чего-чего беседка сталкера сталкера второго типа выкупила это уразорившийся THQ ну THQ чё разорился а THQ то чё разорился они разве разорились они же на Darkness хорошо наварились THQ всё ой так сайдер струст нет они разорились разорились абздец обалдеть фото жаб что ли не видел нет про то что продолжайте качать торрентов ой блин тут мне прям замечание в чате что вот для тебя это фигня у нас дети с удовольствием читали блин если ты опять про это зажигай я видел на самом деле журнал был сперт у британского аналогичного журнала рэмпэйдж это чисто русская версия я видел оригинальный рэмпэйдж это гораздо интереснее там гораздо интереснее темы для всех я думаю не только там детей а зажигай мне не знаю мне больно просто читать такой бред вообще не знаю кого из детей там пытались они сделать так что я считаю что детям надо вон комиксы видеоигры блин кино вот это было то что в оригинале а у нас как мыло приготовить в домашних условиях да надо растить мыловаров это однозначно думаю хозяек прям сразу ну так ведь есть же художественное мыловарение нет извините это у меня фен классный у меня одного сейчас три у меня вроде все нормально все в порядке квадратик все в порядке я опять слиминговал если я сейчас опять если я победю дракона то будет плюс 100 железок яйца а чё это за шум не знаю комарик летает это же фен не я имею ввиду у кого-то шуршало что-то ну где ну ладно ничего страшного кто-то конфеты ест втихаря с нами не делится это гоку интересно кто-нибудь из нас то есть вообще из пластиц очень знаком с доктором слампом доктор сламп да у него это ороле которая да 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 ну это примерно с той же серии такие коротенькие эти истории но там не коротенькие были там подлиннее чем у этого лакмана не ну блин а раме это вообще просто я то что нашел почитать это ну да ну блин это три яма блин он извращенец вот именно я не ожидал такое у него увидеть опа паттерн какой хороший и я мучился с этим боссом еще что ли мне аж стыдно бывает такое она втыкала ему просто и все все мужик кстати еще одна тема с шариком появляющимся из босса ну да надеюсь как-то это хоть объяснено девелы против ангелов короче не реально по поводу костлы что там это происходит вроде как в каких-то из более поздних сериях это объясняется что типа эти шары нужны чтобы попасть в замок какие шары а он же и так по замку ходит нет у меня меч собрали ну не в замок там типа ну да как вот в симфонии или во второй костле нужно предметы собрать и тогда доступ будет у меня забрали меч и забрали джетпад но это всего лишь предположение ой не джетпад восток геймс ну блин не подожди секунду восток геймс я уже как-то давно это название слышал разве это только недавно не знаю может конечно просто что-то очень похоже и как всегда просто как всегда да ответ тут блин да я рисую на планшете естественно мышкой рисовать нереально по крайней мере в том качестве каком надо кстати в этой игре есть подводные уровни слава богу что мне мне повезло мне повезло я тоже не заходил не там были водяные уровни не были уровни где нужно плавать но подводных чисто не было кстати акман забавно довольно плавает шутки 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 смертельно мышкой можно делать 3d рендеры 3d модели как раз как раз 3d макси наоборот планшет нафиг не нужен там больше мышка нужно нафиг нафиг локация такой пнул его на выход так лорсов шаттлс на пока партию мне интересно какой муком нужен будет потому что даже на ps3 на боксе в некоторых сценах опускается фпс кадров до 15 ух ты какая штучка тут бегает а и меня взорвала эта штучка у нее у тебя химбокс большой бумбокс точнее эээ вот по поводу гска блин раньше они пиратами были озвучки делали раньше все наши пиратами были ё-моё ну да вот такие типа во дерьма а это откуда дикнюкем 3д ну или родная кампаж тоже родная кампаж это вообще жесть а мне показалось что это жар сказал во дерьма да 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 очень похоже я одного стримера путаю кстати консоли кракеновского с жаром все время стоп шкаф у нас никто голосом на него не похож маг как так по-моему да ладно мне все время казалось что это жар звонкий голос не сказал бы да нет он слишком позитивный жар грустный григоровича как бы так не все равно не похож блин получил меч и только что потерял так уж на самом деле это голос сергей григоровича все просят отрубить авторегулировку микрофона у кого у кого да давайте по очереди микрофон отключим проверим у кого шипит а кто первый отключил у меня ее нет ну у меня явно не шипит выиграющего да ладно вроде не так у нас там не слышно а если я отключу то вообще никого слышно не будет или нет если ты отключишь свой микрофон нет скайп а нет будет слышно у тебя нет в скайпе например шипа нет а вот как на стриме вроде как есть у тебя там буста нет нету иногда не знаю вот Это у ГТОРа шипит, на самом деле. Да, и нам передаётся. Значит, у кого-то там в гостях сидит. Признавайтесь, кто ГТОРа приютил. Может, у меня. Ну вот сейчас я отключаю микрофон. Вот сейчас прям. Да нифига. Нифига. Ну, может быть, совсем чуть-чуть. Ну вот пусть в чате напишут. Была разница какая, когда я отключил? А на самом деле, да. Когда мы уже говорили, когда начинаем говорить, то шум перестаёт. Может, всё-таки у меня чё-то? Хотя я в ОБСе всякие фильтры ставил на микрофон. Там не то, что фильтры... БУС надо посмотреть. Стоит ли у тебя сколько? Акуча. Не ещё в системе. Так, вопрос. Нет, Games Inside я не работал и даже не знаю, что это такое. Вообще, я на самом деле не особо люблю. Выграл индустрию работать, она мне надоела. Сакела, не, не работал. Я с такими крупными только с новым диском работал. Дальше я пошёл по мелочам, потому что мне всё надоело. Потом вообще забросил. Так, тебя чисто по найму. А почему надоело? Не знаю. На самом деле, быть игровым художником – это нифига не весело, как кажется. Довольно скучно. Тем более у нас, в стране, где их постоянно заставляют рисовать всё практически. Что не очень интересно. Что там сейчас спрашивают? Микрофон безнаказанно продолжает шуметь. Да, блин, знаете. Ещё у кого-то там свистеть или печать начинает. Вот я сейчас вот запустил этот стрим, смотрю. Что-то я такого прям критического шума видел. Да не, ничего критического нет. Вот тут тебя спрашивают, а где тогда интереснее? Ну, мне интереснее, например, лично комиксы рисовать. Уж начнём с этого. Это гораздо интереснее. Свои. Потому что, ну, свои, неважно. Ну, я тут какое-то время и чужие рисовал. В принципе, мне, как художнику, интереснее. Потому что, как бы, сама характер, самая работа интересна. Потому что ты что-то вроде... Ты раскадровщик, ты по деталям работаешь. И тогда сцены придумываешься там. А когда ты в играх, ты, блин, рисуешь какие-нибудь статичные эти картинки. Там ещё не до бога текстуры тебя заставят рисовать. Это вообще тоска смертная. Текстуры там как-то интересуют. Чё там рисовать не так прикольно. Да это... Ой, блин. Ай, бомба сделана. Персонажи-то явно получше. Ну, опять же, от персонажей всё зависит. Я работал в этом какое-то время. Одна из последних моих работ была. Когда я уже искал, уже не знал, куда, блин, приткнуться. Арена Онлайн есть такая онлайновая игруха. Вот я туда к ним пошёл на какое-то время. Ну да, концепты прикольные. Но потом всё равно всё кончается тем, что ты рисуешь для них ещё и баннеры, блин. Ты рисуешь для них какие-нибудь там обложки дурацкие совершенно. А потом эти картинки покупают за реальные бабки. Ой. Нафиг, короче. Не хочу. Ну да, лучше так. Ну вот пиксель-арт мне единственный. До сих пор, наверное, нравится заниматься. Потому что это такое... Своеобразное, в общем. Ну это так, только если уж совсем свободное. Когда мозг чем-то не занят. Арена, я помню... Засаживалась иногда... Честно, случайно могла открыться там. При каких-то приплюнух условиях. А игра про киноманию делается? Тут вроде кто-то передавал, что кто-то там... Ну да, что-то делается. Ну блин, вот пас когда был, надо было у него спросить, наверное. Делается, делается. А, так ты тоже знаешь. Ну да, меня посвятили. Посвящён. Что там? Игра на двоих? А-а-а-а! То есть ты там тоже будешь? Можно будет выбрать. Хе-хе-хе-хе-хе. А на чём она пишется-то? Да. Блин. Оу. Не знаю. Знаешь, ты... Тебе даже это не говорили. Так может с нуля вообще. То... Сделай такую... Ну... Вряд ли. Подделку на гейммейкере. Не, не, там точно гейммейкер. Жар, а как ты работу по найму находишь? Ну, во-первых, я уже всё нашёл. У меня куча постоянных клиентов, которые мне периодически что-то подкидывают. Так что... Уже давно не ищу. Но поначалу на всяких фрилансеру, естественно, сидел. Блин. Что же ты на летание? Сюда бы спрятать. Кстати, как долго приходилось на фрилансеру мучиться? Да долго. Нет. Ну, изначально-то я это как бы сочетал с обычной работой в офисной. Потом у меня набралось там портфолио приличное. Там уже просто тебя находит. Выкладываешься там на девентартах и так далее. Гторф, зачем ты сказал про иллюминатов? Я тоже ищу этот комикс. Точнее, он мне нужен. Извините. Наболело. Наболело. А что за Сурвариум? Что за Сурвариум? Что это такое? Что за реклама? Кто к тебе хмыкнул? Людям все кажется. У нас тут еще есть. Очередная мо-гармошка. Ой, говнушка. Гармошка, блин. Я уже сонный. Да, я сейчас онлайн и выиграет, конечно, тонны этих. Дота, например. А, ну, Антон Логинов сказал, что охренеть 10 из 10. Понятно. Блин, гад, отобрал меч. Блин, я, похоже, нашел в Unreal Tournament'е пару треков, которые ни в одной карте не играли. Либо играли, но только в бонус-паках. Ну, они какие-то случаи мне сейчас... Как он там назывался? Я какой-то помню, который нигде не играл, он мне дико нравился. Ну, вот, например, на Gomi Passage, но это еще Organic. Я их не слышал ни разу. А, Organic точно был. Где-то он был там. А, вот, Super Fist. А, вот это, да, я тоже не слышал. Вот Super Fist я слышал только в Russian Bonus-паке. О, мне... Я как-то рассказывал, у меня был... На диске с Фаргусом аддончик. Final Worlds. Я слушаю охрененная музыка, она, оказывается, сделала секс. А, я скачал, сейчас саундтрек сделаю секс. Отлично. Там, вот это... Особенно трек... О Иллюминате. А, да, да. Вообще офигенно. Жар, а как ты вообще находишь мотивацию работать без начальника? Это же, по-моему, самый кайф. Блин, так нет, но начнем с того, что я... Уже сам могу выбирать, на кого работать. И я работаю только там, где мне наиболее интересно. То есть, естественно, я не буду сейчас... Мотивация нужна, когда ты тебя заставляешь что-то делать. А мне сейчас самому там прикольно. Ну да, это же наоборот, свобода, прикольно. Собственно, этого я и добивался. Я бы так никогда не ушел из офиса, если бы мне еще, блин, это самое. Я вот когда нашел себе определенную подборку людей, на которых неинтересно работать, все, стал свободен теперь, все здорово. Какую версию фотошопа уважаю? Вот, кстати говоря, да, вот это хороший вопрос. Особенно тем, кто фотошопами интересует. Потому что я недавно попробовал какой-то один из последних фотошопов, он меня реально взбесил просто. Своей столько там лишних функций, которые просто я не знаю, я не выносил просто. Причем половина из них нифига не отключается. Половина там отключается, а потом обратно возвращается. Там куча. Короче, у меня сейчас фотошоп стоит, вот золотая середина просто. Сейчас я найду какую-то. Короче, кайс-кайс, ну да, третий стоит обычно, и все. 2007 года. Это вообще идеал, все, прям вот ничего больше не надо. Вот помня цс-5 норм. Не знаю. Ну, я долго время вообще на первом сидел. Ну, просто тут есть дополнительные такие фишки удобные, которые там сработают со слоями и так далее. А вот в последних, а там ввели кучу всего, там, когда уже попытались они сделать что-то типа этого, как его, господи. 3D там, рендер или еще что-то там добавили. Просто очень много всего того, что мне не нужно. Может, кому-то это, конечно, надо, для кого-то это будет удобнее, но мне удобнее именно в третьем сидеть. Некоторые вообще одобовский набор берут, там, всякие иллюстраторы, там, и еще. Что значит первый случай, когда инди-игра прорвалась на ПК, это шо? Эээ, вот тут неправда. Майнкрафта, который, собственно, сам-то и прорвался. В смысле, почему он прорвался на ПК, я не понял. Это, вы знаете, инди на ПК, они прорвались уже, я не знаю. Так инди, они на ПК и начинаются практически все. С флешек, которые... Да, та же самая аквария, которая популярная достаточно, она... Кстати, а кто-нибудь играл вообще вот в эту, собственно, террарию-то? Чё это такое? Я видел у друга... Я купил зачем-то, но так и не играл. У меня, на самом деле, вообще в стиме куча несыгранных игр. Купил? Не знаю, просто я сейчас в этом PlayStation Store вообще бесплатно раздаю. Я не понимаю, там чё-то такое пиксельное, это типа Майнкрафта, что ли? Да, это Майнкрафт, но вид сбоку и такой сделан под RPG. Там надо ходить, собирать всякие шмотки, оружие, убивать боссов. То есть в Майнкрафте как-то просто ходишь из кубиков, да, там как бы есть задания. А-а-а, то есть даже можно попробовать. Да, ну такая вот. Хотя я сейчас ещё какую-то купил, она поинтереснее выглядит. Сейчас скажу, как она зовётся. А, Valley of Wind, там чё-то такое. Террари дорабатываются постоянно? Террари уже вообще забросили, вот, по-моему, чё-то только-только вот сейчас. Что такое-то обновление идёшь, чё-то. Больше кода не поддерживаю. А вот ещё что-то спрашиваю, что насчёт гимп. Вот, я как привержник open source пользовался бы, но как-то интерфейс мне там пересесть не даёт. Отвечает название, ещё у меня Steam забросил. Нет, кстати, по поводу вот Deus Ex, там композитор Александр Брэндон вообще гениальный трекер Мурмозон делает. Вот, наоборот, безветренная долина, вот, щас. Вот для того же Терриану он... Without Wind 2. Да. Для того же Терриану он написал гениальный шумузон. Ну, там вторая часть. Слушай, ты сколько ещё этого босса убивать будешь? Пока не убью. Джо, ну, посиделись, он же вроде простой. Там же надо просто в углу стоять и припрыгивать бомбу. Слева. Ну, и бить к нему надо. Ну, когда бомба взрывается, побегаешь и бьёшь. А, ну, рогаик. Он сразу же скидывает. Или во время процесса взрыва бомбы. Ну, не, ну, после взрыва, потому что всё-таки, а взрыв он родился. После взрыва он скидывает сразу же против стабильного. Ну, как-то... Брогаик это даже круче, чёрт. Брогаик это всяко круче. Я пытаюсь до него с мечом добраться. Просто меч ему... У меча длиннее. Лезвие, что ли, как это сказать? А, ну... А вот прыгать высоко не надо. Кжар, вопрос. Ты не рассматривал Мэджикс как замена фотошопа? А я вообще, на самом деле, не понимаю. Зачем мне искать замену фотошопа, когда я пользуюсь фотошопом? Я причём его уже практически на профессиональном уровне уже его освоил. Мне ни гимпы никакие не нужны. Ну, естественно, да. Может, когда меня совсем совесть замучает, что я... Или я его уже не куплю. Возможно. А так-то... Это Джо у руля. Привет, Блайн. Блайн, привет. Кто у нас дольше из комментаторов сидит? Я, например. Я вообще с самого начала сижу. Я и тот... Нет, ты тоже отходил. Хотя... Ну, я... Я тоже отходил. Да. Да. Отходили все... Ну, все отходили, да. В случае, поскольку никто беспрерывно столько времени в старовом месяце сидеть не будет. Иногда надо, да, принимать пищу и удовлетворить потребности. Другие... Последствия потребности. Да, я добрался с ничем. Употреблять всю пищу и удалять последствия употребления. Да, сейчас скажи оговорка по Фрейду. Во! Дима отрубили, он сегодня не появлялся. То есть он теперь вообще с концами. Он сказал, что может быть, он где-то найдет иннет, но... Это очень большой вопрос. Ну, он сам себе... О, майнгад, что случилось? Ты сам себе устроил безиннетное лето, вот пускай сам и все. Все, я победил босса. Наконец-то! Это последний? Почему все трясется? Тут у тебя вообще еще какие-то лаги были страшные. А, это у меня заставка включилась почему-то. Круви. Ух ты, куда это замок у меня полетел? Да, без окей. Это жар сказал уже? Да. Так, что-то у меня в БС приседать немножко начал. У нас Джейк Крашер очень голоса все пародировал. Что я наделал? Мне иногда талант такой приписывают. Так, что это было? И мы побежали дальше. Это были лаги. Ой, Соник. Мышка бегает. Лаги какие-то, ППС проседает. А, так это не последний уровень еще был. Дробь проверить. Какое спать? Суббота, час ночи. Детская. Да? Че? Куда? Ой, что за лаги пошли? Небось антивирус обновляться начал. Удали ты антивирус. Я уже второй год без антивируса сижу. Я с этим третий. Ну да, семерка как-то в этом случае. Хорошо. Ну, не знаю. Женя по-гадски умудрился подхватить однажды жестокую вирусню. А если я вот так буду? Слушайте. Все экзешники у него не работали. Ну, это уже говорит о богатстве. Не знаю, где он там. Ребят, я нашел способ пройти этот уровень. От друга подхватил, значит, да? Типа, друг на флешки притащил. Да. Это убивалку всех экзешников? Ну да. Ну автозагрузку флешки отрубать надо! Ну это... Ну что за лаги... Еле-еле... Как только винда запускается в первый раз, первое что-то нужно сделать, это отрубить автозагрузку. Все. О, меня задели. Как-то никакие флешки. Я, собственно, что... У меня там флешки все были засратые, а чужие компы, а мне нифига поскольку. Я не понял, а че мне тогда сделать надо, если я так не... Да, хотя тут он не присаживался. Джо, дропы, дропы. Да, у меня че-то лаги очень крутые. Да. Так у меня лаги эмулятор почему-то лагает. Ну вот блин! Сохранись и перезапусти эмулятор. Да. На самом деле. У меня такое тоже было, когда я как-то играл. Все, пропали лаги. Мегамены и база, по-моему. У меня там даже музыка пропала в эмуляторе. И только после перезагрузки все наладилось. Так, коршуны. Все, пролетел уровень. Вот теперь ничего не лагает. О, шипы. Ой. Ага. Вот это, наверное, последний уровень. Наверное. Наверное. Кто у нас мастер по геймфаку? Ну, я могу залезть. Ой-ой-ой. Не понимаю, почему ангелы ракетами стреляют? А не стрелы, а не из лука. Да что такое? Пять секций всего. Ну, это последняя, значит. Да, пять уровней. В пятом уровне пять секций. Блин, да что пять за шипение откуда-то людей берется? Попробую я выключить. Это у меня скайп шупит почему-то, когда все молчат. Не будем молчать. Ага, ни о ком. Давайте не будем молчать. Блин, ну как-то жесток, конечно. У тебя меч отнимает с одного удара. Это прям, ну совсем. Зато... 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 Меньше-то еще и хп. Ух ты! Нифига себе тут как, оказывается, все хитро. Пять секций. Так, я пятого уровня. Сколько секций прошел? Замок один. Небо. Лично я сохран... Блин, не сохранил ничего. А эти вообще неуязненность. Козлы со щитами. Не переставайте говорить! Говорят. Мяу. Говори, говорю. Говори, кому говорят. Что говорить, когда нечего говорить? Говори, говорю. Говорим. Говорю-ка. Формально... Можно было включить какой-нибудь бэкграунд, но не знаю, как это поможет. Типа, я буду всегда говорить. Эй, дружицы, так мы быстро проиграем, типа? Нет, тут есть именно бэкграунды. Типа, птички поют в лесу или что? Да-да. Ну вот, по-моему, не очень хороший вариант. Водопад включен. Да. Этот уровень я уже прошел. Или бесконечный смыв. Это шумыф. Вы считаете, это... Это будет шампы, что... Самое главное, что... Комментировать в происходящей экране. Игру не слышат, он будет. Пошагово. На экране происходит... Игра. Упадочная какая-то, постоянно проваливаешься куда-то. Приходишь в упадки сплошные. Упадок. Безысходность. Безысходность. Тоска, печаль. Я пистолет взял. Чигунный унитаз. О, нафига мне пистолет, если он никого не убивает. Интересно. О, мне дали жизнь. Кстати, а действительно, я попробую этот трюк. Вдруг получится. Тихо-тихо. Блин. Подскользнулся. Ай, глаз чешется. Эфторегулировка громкости, блин. Ну, посмотрю. У меня не стоит регулировка громкости. Да, надо только найти что-нибудь такое. Ай, елки-палки. Че там? Че эти череда по испалмаху? С каждым падением, с каждым упадком. Ну, у нас сегодня все так хорошо шло, требуются же штурмовые стримы. Ну, как сказать хорошо, я под водой тоже там куковал. Нифигово так. Ну, тебе простительно. Ай-яй-яй. А у него тоже ферстран, между прочим. Так что... А я готовился. А че тогда поедешь? Величайно. Стрим-синдрома. Ну, я тренировался, как говорилось. Дедом Морозом. Ну, дай дедушке поиграть, да? Да. Кстати, Михалыч, ты повырезал из червяков? Опа. Так, я прошел еще одну секцию. Это че-то зашипело уже. Да что такое? Комары летают. Так. О-о-о-о. Я надеюсь, это последний босс, который меня с одного удара вынес. Ой-ой-ой-ой-ой. Мельстром роботом стал. А, это Мельстром стал? А жар вылетел. А, или жар. Это жар стал, да? Роботом. Жар, ты робот. Щас че-то... Че-то жестоко так лгануло. У меня даже... Кран так... Че-то вообще ничего не слышно. Жар у меня. Какие-то парни. Вот скайп такой, скайп. Ну блин, конфа уже 10 часов, кстати, сейчас исполнилась конфе. Юбилей! Че так мало-то? Уж вполне вероятно, что начнет лагать. Хорошо бы, наверное, ее перезапустить конфу. Можно. Блин. Пшш, пшш, пшш. Может, и шумы пропадут. Какие там шумы возникают критичные. Давайте, я перезвоню всем. Угу. Так, ждем звоночка. Так. Все, что? Так. Жар вместе. Так, ладно, тут... На месте. Жоп передают. Типа, джоса, берись, или больше не увидишь аудиосерфа. Ага, это блайнд небось? Да. Ага. Не, жара, че-то жара все равно. Он знает, на что надавить. Что-то с микрофоном. Опять макрофон от PlayStation 3 взял. Макрофон. Макрофон. Блин, думал, ни единого хп не потрачу. Нет, потратится это. Ни единого обрыва. Разрыва. Надо помнить классику. Нифига себе. Я знаю классику. Здесь посыл другой. Эх, Жар, все равно у тебя что-то непонятное. Поломался скайп. Может, ком перезагрузить? Не знаю. А, и Жар тоже смотрит робот. Чего, Жар? Жар тоже, вон, пишет в чат, что он слышит роботов. Миссия по провождению игры принята. Полковник был. А у меня тема Аэрос летела нафиг. Вот это прикол. Жар слетел. Жар. Да, он сказал, что он сейчас перезагрузит скайп. Как он будет проходить? Говорили же нефиг, как на микрософт гнать. О. Алло. Алло, во. Блин, чё ты, капота? У меня паника была. Какой-то ужас. Меня роботы со всех сторон атаковали. Они были киборги. Они забавали. Ну, хотя бы не клоны. Да, блин. Да так страшно было. Сначала кто-то начал трещать. Потом там чё-то какой-то спектром, блин, пришёл. Спектром. Сего спектром. Сего спектром. Вот. Там тебе говорят, что это всё из-за того, что ты микрософт. А, блин. Да я микрософт люблю, блин. Он меня тоже любит постоянно. Подарки отправляют. Да, у меня вот прислал какую-то эту самую. Блин, глаз, почему ты чешешься? Зачем? А, два секунда пройдёт. Ну, слава богу. Ну, враги, ещё больше не шипят ни у кого. Ну, кстати, не знаю. Шипит, не шипит? Вроде не шипит. Интересно, там наверху есть чего? Там сердечко. Блин. Ну, почему вы бессмертные? А, вас со спины можно. Кто-то говорит, шипит, кто-то говорит, не шипит. Ну, теперь шипит. У меня подшипечивало немножко. Да, на карты, коллега. Шипите, не шипите. Вот только что не шипет. Как? Никогда такого не было, и опять то же самое. Да, бать, воронш. Ребята. Блин. Так, жизнь дали отлично. Кстати, насчёт Сеги. Вы верите, что они запустят свою консоль? Нет. Я не верю. Я не верю. Там уже где-то был слух, что это будет планшетник какой-то. Ага. Ну, слух, что это будет аркадная. Ну, да нет, полноценная консоль, это вообще нереальная. А чё, бля, ведро не убивается? Гранированная ледро. Она только сверху убивается. Ну, ладно. Спрашивают, когда уже конец, спать охота. Это не конец, это только начало. Да иди уже, спи. Это ещё не последняя хата. Да. Так, мы попробуем шум устранить как-нибудь вот так. Потом ещё будет слизывание беляшей в прямом эфире. Это безусловно. У меня чё, бомбы уже пропали? Блин. Бери свою палку. Ну, давай, Джо. Да, Джо не дал. И продали что-нибудь о Нинтенде. Какая консоль? Ну, да, кстати. У меня, кстати, понравился трейлер Lost Worlds. Нет, это Нинтендо разве не в зайдемся? В смысле? Ну, немножечко, кстати. Нет, они, по-моему, у них сейчас только с юпом фейл, а так-то в 3DS отлично жхурдаются. Вообще отлично. И мною играется отлично. А подкатом нельзя от этого выворачиваться? От кого? От палки вот этой. Точно. Коля, ты гений. Коля, ты гений, дай я тебя поцелую. Мне не помогает. Чего, мегамен или подкат? Подкат, мегамэния, это же вещь. Ну, это же не Capcom. Планшер начинает удалять по одному треку. Хорошо. Как будто подкатается только у Capcom. И я тебя сейчас приведу, Игорь. Ты хочешь, зачем я это сказал? Чёрт приведёт. Хардкорпс. Бойтесь об этом. Это Konami. Это Konami. А ещё в Sunset Riders. Тож Konami. О, я какую-то японскую игру играл. Думал я тоже пройти на марафоне. Чё этот Sub-Zero же подкат делал? Это как? Это меня задел сейчас ангел. Откуда этот ангел взялся мелкий? Я его даже не увидел. Это ты был, скотина? Стреляющая ракета. А вот где впервые подкат появился? Вот это интересно. Первые подкаты? Мегамэния! Ну он появился только в третьем. Это 90-й год. И уже до 90-го не было подката? Ну давайте... Ну наверное в каких-нибудь файтингах. Каких-нибудь ренегат. Там не было ещё файтингов. Ну не файтингов, а битамапов каких-нибудь. Там ещё примитивный. В первом МК. А, хотя не он был. Боже мой. Блин, 90-й год, Дэнди, Мегамэн 3. Блин, опять чуть пал, но не туда. Ты прям мастер. Кикмастер. Кикмастер, кстати, да. Был подкатый там. А он вышел когда? Он, кажется, вышел уже на конце... Он вышел раньше, чем... Ну на закате Дрэнди вроде. По-моему, как раз наоборот. Он вышел что-то... Рану. Тяжёлый случай искусства у человека. Какой? Крайзер. Подкатый впервые появился в мультиплеере Crysis 2. Светая толстота! Толстота! Жирнее! Не, 92-й год, да. Это МК, а кикмастер? Кикмастер 92-й. А, ну вот я же сказал уже на закате. Так, а Вега в качестве босса во втором Сритфайтере умел подкат делать? А, если да, то... Это уже 91-й. Так, у Блайнда уже истерика не контролирует. Почему? Я сейчас же нормально проиграю. Проиграю? Нормально проигрываешь. Иступление эмоций. О, кстати, да, в футболе в каком-то подкаты были же. Точно. Все. Нету у револьвера заряженной атаки. Такая же атака будет, как рукой. О! Отлично! Коля, ты мой спаситель. Там кол ты тоже. На всякий случай. Шо с... А, дошло до подкатиков. Дрэгонбастер подкатывает. Надеюсь, тут одна форма только у них. Нам коп! Дейся. Это же Япония, да? Какая одна форма? Ты шо говоришь? А кто последний в босса одна форма? Какое такое было? Непорядок. В Марио такое было. А это не Марио. Одна форма у босса, это не по ГОСТу вообще. О, я его победил. Непорядок. Благодаря... Ну это круто. Благодаря млайндам. Ой. Это что? Я был не готов. Ладно, я вот так сделаю. На тебе. А это атака из Кирби с Лизана. Интересно, сколько этого года нужно быть? Много. Так, а еще может такой вопрос? Мм? Ну. Так. А, он легкий этот босс. Те, на, сейчас. У меня такое запаздывание было, что... Джо сказал, что он убил босса, а и босс... Ну, стресс. Только через минуту будет. Ой. Май бед. Май бед. В китайском хаке Соника на Тенди был подкат. Моя плохая. ФАК! АС! Почти. Ты опять сдох. Брррр. Дорожище, так мы быстро проиграем. Желтый жопа. Жопа. Краска так. Сергей. На нос. Да. Сказал, как по яйцам врезал. Да. Георгий жопа. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Иван дерьмо. Я хочу сменить имя. найдут меня это так манья у шлепка герои из последнего типа блин ничего не волнуйтесь некоторые люди по четыре часа другие игры проходят так что куда ты упал как ты зачем это еще откуда я знаю блин ну да по 6 часов только там я обычно только там именно бывает прохожу то есть там просто уровнем много так мне кажется дойдет до того что джо доиграет до двух часов и и ливнет блин чебурек а не блин нет блин давайте говорить беляш вместо блин беляш да собирись и уходи у нас супер нинтендо есть стузы ракета у меня забрала пистолет надо говорить не что за а за что у тебя только что сказали спили мушку гопанули у меня уже все беляш полный беляш полный беляш ну белязареный беляш твою чебурек чтоб тебя хачапуя по шаверме разбудербродил михалыч вырежу потом это пригодится да кстати я сейчас боюсь что михалыч нарежет челленджи по мегамэну на мою вопль и ты поздно боишься уже а уже нарезал ну там не полностью но то тоже я же предупреждал я собираю ну ты мне потом скинь нарезку толбасный тут пока мало страйк фух а у кухарда бублик о господи боже мой херня это бублик да это я говорю так там где-то была шальная ракета игра называется гоу гоу экмэн жаль что он дальше весел рисовать мангу это акира ну а так стой блин а у меня пистолета нет кол собираются до утра стремить потом это будет полный эпик ну двадцать четырех часовой я считаю надо да у меня правда бананы закончили да что такое почему подкат ты перестал нормально работать даже бананы закончились да а бананы стримит ну я же делал это ну ты же тренировался пришло время сделать это еще раз вторая форма такая на самом деле легкая легкая а я первую не могу пройти ну первая еще легче ну первая блин он палку кидает не очень хорошо это не эгмана это акман уйди нафиг ангел ну что это такое ну двойку мне кто коня изобразил конь а он разве здесь нет но это был он я уверен что не полетел Ахахахахаха Хахахахаха Хахахаха Блайн Еще один трек пошел походу в минус В минус? В минус У него кончился вокал Кулхар да преследует бубляк Жара медузы под водой А Джо Ангела с ракетой У меня там были не совсем медузы Были проклятущие какие-то Актинии или как они Да какие-то Дрыды подводные Да Ну они кстати уже кончили Там сейчас похлеще уровень С затемнением блин До монитора контраст Причем побольше Которые непонятно из-за чего происходит Да там еще игра карточная какая-то О это вообще бред какой-то Кайп блин Слетает Вот так рожаются легенды? Рожаются Рожжаются Разжигаются Разжигается План банан Нет я не в Москве родился Вот так вот Чуть дальше Но не очень чуть Так ну господи благослови Михайло На те Пошла палка На те Пошла палка Скотина А че ты подкаты делай Постоянно в разные стороны Туда сюда Чтоб проще будет Ой Блин На огонев прямо Так мне надо закрыть чат Так мне надо закрыть чат Так мне надо закрыть чат Ой Мяу Это у кого? Это у меня Это истерика по моему уже Нет это кот Тебя уже Кот уже негодует Юзай ебанку Недовитых Лошадью ходи Старайся уворачиваться Да И стрелять Да Вот тебе тактика Надо стрелять И не терять пистолет Само главное Да 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 Надо стрелять Это вообще Замечательная тактика Мне всегда помогает Жара что сейчас делает Почух Возле двери балкон Воздух нюхать Вот и всё занятие Кстати оно нормально жару переносит нормально ну а где тень забьется нормально стричь только надо блин запаришься мазки вяжите у нас такая коллекция уже этого меха кролики ой нет плохая шутка ну да там можно уже шубу сшить ангорский мех ну да ладно нет у меня кролик не мяукает кролик он очень смешные звуки издает это очень сложно повторить блин гад да и без подката уворачиваться стал лишь блин огоньком подах подорвал и не говори михалыч я я не хотел это включать ой что это такое что-то очень знакомое это все оттуда же вот это я точно слышал мне очень нравится стабильный фэйспалм общать все почти по моему к рыбе прикладываю голову к рыбе крыбе крыбе фэйл фиш или как или это у меня а у меня смайлы на твиче перестали перестали работать потому что например свифт рейш не вижу блин это кто команда фэйспалма чтобы подержать жо группа поддержки такая черлидеры держит и вот фэйспалм блин а хотя кто разница никакой кто интересно придумал использующихся врагов каких какой-то по-моему негодяй сейчас по оружию ну да странный компейш я это истюка и вырезала вытащу а мало открыто лежит а Сколько времени, кстати? Час тридцать. Да. У второго. А ты опять упал. Какая печаль. Какая печаль. Какая печаль. Отскользнулся. Сейвы заюзать нельзя. Не, нельзя. Не, 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 не. Ха-ха-ха. Именно, да. Именно такая реакция должна быть. Если кто-то юзает сейвы... Нельзя в своем игре. Только Никите можно. Можем так спину свернуть. Никите можно. Никите можно. Хотя он же играет на Фомикоме, как он будет использовать Сэго. Он использует скиллы. Страйком. У меня жарко стало. Жарко стало. Нет, это вторая. Вторая часть стрима, она началась в три дня. В три дня назад. Так. Вот теперь то я точно не проиграю. О! Отходил на сутки. Ах ты. Блин. Зацепил. Ох ты. Ох ты. Блин. Ты как-то неправильно на него прыгаешь. Ну сверху. Неправильно. Неправильно ты, дядя Фёдор, бутубров. Зачем ты сказал, что я неправильно прыгаю? Ну ты же в последние случаи на этот огонёк напарываешься. Ну потому что надо быстрее до него добежать, пока он огонёк не выпустил. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Ой-ой-ой-ой. Нет, не включай. Нет, не надо. Я тебя включаю, ладно, в принципе. Что-то тут, эээ. Не лезет. Никак. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Ребят, вы так себе череп проломите. Блин, откуда ангел взялся? Ты нафиг эту жизнь, я вниз пошел. Больше читов. Меньше читов. Больше? Это у вас как, не знаю. Много сыра, много дырок. Много дырок, мало сыра. Много сыра, мало сыра. Как жить? Кстати, кому какой сыр больше нравится? Сыра? Ну да. Ой, как-то их по сортам даже. Честно, не сыроед я. Я обожаю испанский козий и овечий сыр. Ну, это как бы... Да что он не крыгнул-то ни хрена с развлона, а? Ты, блин, блондин седой. Пепельный. Седой. По мне так... Больше либо гауды, либо адам, ну, пожирнее. Они бывают... Чередуются, скажем так. Мне тоже и адам нравится. Блин. У меня самое смешное... Самое смешное, что у меня, ну, этот, от... От скайпа, это маленькое окошечко сверху. И после этих всех фейспалмов в чате, там еще и у Джо на аватарке тоже фейспалм такой нарисован. А, кстати, да. Джо сам себе фейспалмит. Там еще у меня код в некоторых случаях доволен. А это твой код? Нет. Это не мой код. Но мне нравится. Так. Я не хочу. Я не буду. Ну, давай. Я волнуюсь сейчас. Ну, давай. Даю, даю. Даю, даю, даю. Блин. Ну, нет. Как он так меня мог сцепить? Хм. Хм. Пистолет просто терял. Все. Вторая форма. Сейчас я соберусь. Давай. Давай. Хорошо. Первый этот. Вообще козлов. Козлов. Ангелов. Блин. Зацепил. Робот-ангела. У него почему-то рога на голове. Не порядок. Блин. Блин. Как это было? Вы это видели сейчас? Нет, еще. Сейчас увидим. Он до меня затронулся. Да, е-мое. Да что ж. Да, е-да. Гамовер, блин. Я считаю, что квадрат Малевича. А, сразу два дебе не снял? Да. Да ебаный, блядь. Я же варю, ни хуя не выйдет, а. Да, блядь. Где стучат? Делаю первый и последний раз. Бомбы, говорят, кстати. Это было же прям, ну, прям уже было прям, просто напердели возможностей уже просто. Ну, куда уже. Что у вас тут происходит? Че за шум? Ничего нового. Да я вижу, что ничего нового. Блин. Столько уже времени на одном уровне, спектарш. Вот так. Не лезет. Что? Не лезет. Все, я ушел с этого уровня. О, да, пошел. У тебя нет. Будешь страдать. Ой, я. Это как, не знаю, анекдот про гибилогейца. Ходит сатана по аду, смотрит. Все ли хорошо, все ли мучается. Знаете его? Да уж рассказывай. Заходит в комнату, там мужик сидит. Че-то на компьютере пишет. Спрашивает, че это такое, что за дела, где крики, где стоны. А ему отвечают, да это Билл Гейтс сидит, подлинок с приложения разрабатывает. Ну, вообще, на самом деле, я думаю, теперь актуальнее сказать про маг. Ну, под маг. Ну, и это тоже, в принципе, нормально. Не поехал. Не полез. Нет. Ты, по мне, блин. Без 20, да? У меня 20 минут осталось. Давайте увеселим наш стрим. Почему? Почему? Ладно. Ну, почему? Ну, я должен начинать каждый раз сначала уровень, а не босса. Потому что... Босса. Вроде бы не так все и сложно выглядит, во всяком случае. Да. Ща, 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 веселье придет скоро. Ща, 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 ща. Тут уже просто уже и говорить-то ничего. Не говорится. Нет слов, одни буквы. Давайте какой-нибудь спор. По какой-нибудь. Какие-то звуки воспроизводить уже просто таки левый. Не знаю, там, а-а-а-а-а. Все, все, все. Михалыч, Михалыч! Че, чего? Как там эта программа называется? Морф Вокс? Да. Ну все, моли. Блин! Хо-хо-хо! Хе-хе-хе-хе! Мне страшно. Хе-хе. Морда ты скотинская. Я скажу за него. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. А, зори, что ко мне лезь ты, засранец, вонючий, мать твою. А, ну иди сюда, попой ты меня трахнуть. Я тебя сам трахну, ублюдок. А найдись, чертов, будь ты проклят. Иди, идиот, трахать тебя всю твою семью. Говно собачье, жлоб, вонючий, дерьмо, сука, падла. Иди сюда, мерзавец, негодяй, гад. Иди сюда, ты, говно жопа. Кровь и бетон. История любви. А, так это для изменения голоса вообще. Ну, там можно забить звуки. При этом они будут сохраняться. Можешь, то есть, там, просто переместить паки и... Все. Ну, смешно. Блайнд. Не, я это блайнд анекдотик написал. Так. Ну, только... Фух, без пятнадцати. Не знаю, читать или нет. Или. Или. Давай пор SPRK. Да шо ж такое-то. Ты с вами звуками спойлеришь. Свои провалы, блин. Она еще ни у кого этого на экране нет. нет вот соника не буду это слишком это слишком хардкор гад манючий манюран я блин братишка я тебе хитпоинтов снес да привет амкоу алле амкоу привет или не амкоу или амкоу не амкоу не амкоу не амкоу это так это это самое я тут уже просто устал наблюдать то что в чатике творится и фейспалмы и прочие ереси вместо того чтобы фейспалмить тут подбодрили бы джо и вопросиков вопросиков побольше вопросиков без вопросиков как-то вообще тиши тиши гладь ой никита зачитай анекдот какой какой лайт написал выше пистолет забрал нет анекдот по-другому звучит что ё-моё так как воспроизводишь звуки из этого анекдота сюжетный короче сняли четыре мужика путану привели домой и трое начали его того а четвертый маяться не может пристроиться через час не выдерживает и спрашивает кого подменить вот она смог мухающим звуком отлипает и говорит меня замене хихи 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 должен быть какой-нибудь именно это удавать на самом деле вопросики то какие-нибудь позадавайте хоть господи что ну да у меня хочешь будете ли проходить гурбэ сантайбара яру про корову что-то так и товарищ гудсон задает так выражаться почему он не разряжался я просто взял и прыгнул без разбега ну ты наверно просто устал уже это бывает столько играть человек спрашивает окей ты сейф будешь ставить у босса или гордость не позволяет ну давайте сразу что ли череду вопросов про сейф сейф надо сейф очень кстати кстати это можно обсудить что тут но в данный момент важнее гордость или совесть ставить сейф или блин у меня еще десять минут есть потом я от меня отрубают интернетом точнее вообще вырубает давай тут сейф нужен по любому я считаю что ты потеряешь быстрее гордость или совесть ну раз у тебя девственность мне ну да это будет у тебя есть уважительная причина придется на следующий день переносить блин что это я представляю такое это самое потеряла девственность по уважительным причинам блин что это такое а чего где господи вообще просто вообще просто ееееее жеь жесть там про тапачуху все да она всю воздух нюхает блин че по нему стало воздух а не нюхает вот вопрос годный есть Жар, что насчет турнамент Файтерс на Сеге? По ним будет что-то у тебя? Будет. Прям вангуя на будущее точно будет. Я думаю, все я и что сделаю. Но я этим пользоваться не буду. Это на... Если я здесь нутену правлюсь. Но там ты, как я понял, все три файтинга на трех платформах рассмотришь, да? Ну, естественно. Когда до этого очередь дойдет, как же без этого? Так. Спрашивают, какого-нибудь уже утро наступило? Почему на вопросы не отвечаете? Почему на вопросы не отвечаете? У нас всегда железные ответы. Железные вопросы. Два часа ночи, это уже утро. Кому как. Так. Народ вопросиков, годных вопросиков. Хороших. Подождите, я дух приведу. У меня тут все хорошо сильно. Какие игры были после бомбармена до этой? Так, по-моему... Блин. Никаких, по-моему, сразу это и было. Ну, так и да. Все. Ты был... А, ты переформал вдруг? Ну, пистолет потерял. Ну, у тебя две бомбы есть. Давай, да, про бомб. На, расти. На, двать. Блин. Ну, четыре утра, это тем более утро. Так. Блин. Свалился. А вы любите пупы? Пупы! Ну, это... Тумс-ту-тумс. Да. Некоторые... Некоторые радуют. Я видел на киноманов пупы. А это что? Ну, типа нарезки. Разной степени тупизны. Раз, два, три. Так. Блин. Да, он по два хп снимает. Не, сейчас одно сниму. Блин. 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 Сразу же хочу повториться. Можно я загружусь? Давай. Нужно! Загружай. Семь минут. Никто тебя не осуществит. Так. До этого. Никогда, кроме... Когда был Гвардин Легенд. Мой. Никто, кроме меня, не использовал. Нифига. Все, 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 все. Хорош, хорош. Так. Что-то уже на говнострим ругаются. Ну, 10... Уже больше 10 часов подряд стримимим, естественно, все. Скотины. Не дождемся годных вопросов. Никогда. Никогда не дождемся. Так. Первая форма готова. Давай, давай. Ну, где звук хороший. Блин, пистолет потерял. Протерял. Какой тебе звук? Ты вторую не замочил еще. Хороший мальчик. Замочит, тогда скажу. А пока плохой. Не допрыгнул. Ну, сразу пистолет. Нет. А, так у меня же бомба есть. Да, вот, именно. Онзер, ну ты не волнуйся. Сейчас сам колл будет играть там. Будет тебе качество. Да. Да блин. Че я так очкую на платформе-то запрызнуть? Да шо ж такое-то? Да шо ж все мимо-то? Блин. Кто играл в Lone in the Dark 2? Если кто играл, какие впечатления? Это которая старая? Классические. А че, есть новый какой-то Lone in the Dark 2? Второй не знаю. Я в первый играл, проходил. Не, почему именно второй ты, кстати, играешь? Да. Ну, я во все играл. Я вот тоже первый проходил с Алюшеном, правда. Второй и третий только видел. Кстати, меня больше всего напугало в Lone in the Dark. Заставка. Там едет машина. И потом раз, неожиданно лягушке на лицо появляется. Вот это самое страшное было в игре. Третья часть, я помню, прикольно было по тем временам, какие-то ковбойцы все какие-то жуткие. Я просто так не добил. ДОСовская же, ну естественно ДОСовская. А че такого? Ну она еще была, она, блин, на PlayStation'ах всяких, 3DO и тому подобного. Босс, Петр, первый. Почти. Ну специально в этом-то легче проходится, а? Еще две бомбы есть. Одна. Ни одной. Блин, береги пистали. Блин, ну зачем ты это сказал? Черт. Сглазил. Это МОЗДОС было дискетно и на CD. Какая вторая часть? Блин. Да и первая тоже. Хотя да, первая тоже. Ну это неудивительно. Глава все игры записывали на CD, потому что там было МОЗОН был в CD формате, вон как проиграть. А у меня вон In The Dark была торрент-версия. Классно. Это кто сказал? А у меня сборник-версия. Это кто там про вопрос сказал так тихо? Это я сказал, я забыл, что там не забыл. Я победил, я победил, я победил, я победил. Да ладно. Да что, я еще укатал его что ли уже? Блин, моя рука. Тоже хороший мальчик. У меня джойстик отсоединился. Ты издеваешься над нами, ну уже все, по разгу часа про интернета нет, ты победил. Еще третья, еще третья форма, да вы шутите. Сейвся, Джо, сейвся. Блин, еще третья форма, еще как так-то? Можно еще эта песня, она веселая? Какая-то третья форма. Где третья форма-то, ты что? Я пошутил. Ролюй. Шутник. Второй раз надо запустить. Блин, под этот трек офигенно замок взорвает. Блин, я тут не подавелся из-за тебя. Ай, блядь. Блин, я четко уложился. То есть что, через минуту все у тебя? Пропадешь? Да, мне сейчас Диана всыпет сначала. Парни, подскажите, как называется приставка или компьютер на кассетах на базе ZX Spectrum? Все, голову сломал, не могу вспомнить. У меня назывался Урал 7.62. Так нет, ну это Синклер, как ZX Spectrum и называлось, наверное. Как ты чему? Синклеры были. Все, кассет. У меня она мастер называлась. Тянемшин. 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 Тянемшин можно протереть. Ну че, хорошая игра? Хорошая. Еще сейчас будет вторая часть. Тянемшин. Дура, Дорон, Дракона Зубы. Дуренька. Михаил сказал в конце. Все, этот план проведился из-за Акмана. Я возвращаюсь на небеса. Сам его забыть своими. Кстати, эта машина была в Манго. Не молчите, ребят, фонит. Акман на заработанный день не купил машину, а этот ангел взял ему и сломал машину. Гад какой. Только тот вот козел. У меня уже зацепы идут. В чате небось восклицательных знаков. Ложиться уже поздно. Ложиться уже рано, блин. Кому-то. Исполнительный продюсер. Ики Маса Суге. Ура. Макира Кханатана. И субтитры не пропускаются. Интересно, что вышло раньше. Игра или Манго по ней. Чего? Как-то по ней. Наверное, игра по... Мне кажется, больше, что в поддержку игры Манго вышло. Нет? Ну, а что, учитывая, что там короткие такие выпуски, то хрен знает. Этот выпал. Леля. Наш динозаврик. Эх. Выпал. Да что такое? Списальные благодарности. Да можно ускорить. А, на что? А ты где? На что надо нажать? Ну, я на тап. У меня бэр сныц. Неа, не работает. Блин. Отстала. Аниме, кстати, по-моему, тоже есть. 94-й год. Ну, как всегда, стоит мне уйти, вернуться, и я уже вижу титры. Молодец. Так вот оно что, а? 170 очков всего я набрал. И что? Все? Ну, запомни теперь это. На всю жизнь. Ну, в общем, ладно. Спасибо, что уделили внимание. Всем пока. Я отключаюсь. Всем ночи. Спасибо, что вылез со мной и поддерживает меня. Всем пока. Так, стрим уже продолжится, кстати. Да, ждите стрима, качественного стрима.